Уважаемые дамы и господа, в городе Одесса, на юге Украины, в выходные дни насилие достигло ужасающих масштабов. После того, как в пятницу произошли кровавые столкновения между противниками и сторонниками киевского правительства, вечером ситуация накалилась еще больше. Был окружен и сожжен лагерь сторонников антимайдана, которые искали убежище в здании Дома профсоюзов, в то время как в официальных представительствах говорят о 40 погибших и более 200 раненых, в интернете приводится сообщение о гораздо большей цифре, а именно более чем о 100 мертвых. Вместо того, чтобы со всей тщательностью прояснить все обстоятельства этого ужасного инцидента, правительство в Киеве снова применяет свою уже известную модель поведения, а именно, вместо того, чтобы использовать время для более детального расследования данного дела, Министерство внутренних дел заявляет, что причиной пожара были сами жертвы. Это очень напоминает оценку беспорядков на Майдане, когда виновниками были названы правительство Януковича и спецподразделение Беркут, и все это при абсолютно противоположной доказательной базе, которая была настолько удручающей, что даже немецкий канал РД не мог не осветить это событие и в своей передаче от 10 апреля 2014 года сообщил о том, что существуют большие противоречия в отчетности об убитых на Майдане. Выдержать ли эти повторяющиеся поспешные выводы правительства Яценюка в пользу его единомышленников более тщательную проверку, сомнительно, ввиду присланного нам видеоматериала. Поэтому мы убедительно призываем наше западное правительство настоять на основательном и беспристрастном расследовании этого инцидента. Дорогие зрители, отдавайте свой голос за то, чтобы такие преступления не остались безнаказанными и был положен конец несправедливости. И насилию в Украине. В сообщениях западных СМИ было заметно, что информация излагалась очень кратко, и в ней избегали того, чтобы назвать виновных. Было бы это так же, если бы, например, пророссийские настроенные сепаратисты учинили подобную резню. В свете этих происшествий становится все яснее, как западные СМИ манипулятивно и предвзято целенаправленно рисуют для народа искаженную картину того, кто является агрессором в Украине. Ввиду нависшей угрозы мировой войны, это является очень опасной пропагандой и, следовательно, должно характеризоваться как преступление. Поэтому, дорогие зрители, мы советуем вам не полагаться на мнение ведущих СМИ и продолжать слушать голос против. В ближайшее время мы будем без цензуры публиковать факты об истинной природе этих смертных случаев в Одессе. Так что следите за новыми выпусками. Доброго вам вечера.